Мы много говорим о ковиде, но мало знаем о том, что происходит после него. Коварный вирус вызывает тяжелые последствия, которые намного страшнее самого заболевания. Насколько опасен коронавирус, как никто понимает врачи, те, кто ежедневно спасает жизни. Как мы уже знаем, все знакомы с коронавирусной инфекцией уже больше года. И больше года мы боремся с этим опасным заболеванием. Коронавирусная инфекция, инфекционные заболевания, характеризующиеся высокой контагиозностью и высокой вероятностью жизнеукражающих осложнений в виде острых респираторных дистресс-синдромов, осложнения сердечно-сосудистой системы, осложнения острой дыхательной недостаточности со стороны нервной системы. И, к сожалению, на данный момент у нас альтернативы нет, кроме как соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и вакцинироваться. На сегодняшний день число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, по всей России достигло уже более 5 миллионов человек. По нашей республике эта цифра составляет 14 885 человек. Среди них на долю Кашихабльского района приходится 1922 случая заражения. Новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с другими эспираторными заболеваниями и сезонным гриппом. Чаще всего тяжело протекать заболевания у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Осложнением являются тромбозы в различные сосудистые бассейны, следствием чего являются инфаркты, инсульты, миокардиты, перекардиты, нарушение ритма сердца. Последствием коронавирусной инфекции являются и фатальные исходы. На сегодня число умерших составляет по всему району 25 человек за весь период пандемии. На 2020 год приходится 20 человек, на 2021 год уже 13 человек. Лучшим способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. Наиболее частыми задаваемыми вопросами являются, первое, это могут ли вакцины от коронавирусной инфекции как-либо повлиять на способность иметь детей. Никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, и включая вакцину против коронавирусной инфекции, имеет какие-либо отрицательные влияния на фертильность мужчин и женщин. Нужно ли прививаться, если человек переболел коронавирусной инфекцией? Да, следует сделать прививку лицам, которые переболели через 6 месяцев после болезни. Что делать, если после вакцинации поднялась температура тела? После прививки возможны индивидуальные реакции организма в течение 2-3 дней. Температура тела может повышаться до 37,5. При более высокой температуре можно выпить нестероидные противовоспалительные препараты, например, таблетку ибупрофена. Все индивидуальные реакции на вакцинацию самостоятельно проходят в течение 2-3 дней, проходят в легкой форме. Можно ли вакцинироваться лицам старше 60 лет? Лица старше 60 лет являются приоритетной группой для вакцинации, особенно с учетом того, что у них чаще всего имеются хронические заболевания, которые в первую очередь необходимо сделать вакцинацию. В завершение своего выступления хочется в очередной раз призвать жителей Кашхабрского района пройти вакцинацию, позаботиться о себе, о своем здоровье и здоровье своих близких и родных.